И я, знаете, что ощущаю, что у вас здесь какое-то поднимается обновление, сила обновления, сила мудрости, сила крепости Божьей. Я также чувствую, что Бог расширяет границы и что высвобождает вас в новое измерение, в новую ширину, в новую долготу. Как будто бы облака раздвигаются, и просто всё пространство неба становится вашим. И я вижу, что какие-то привычные вещи оставляют вас и приходит более свободное какое-то движение, более мощное движение. Как будто бы вы попадаете в сезон, что называется, на гребне волны. Вот я сейчас была в эфире, интересно, в Пенуэле, в Тольятти. И там у них перед началом служения прорвало трубу с горячей водой и асфальт, который рядом с церковью, там размеров, не знаю, 3-4 метра, на картинке так, по крайней мере, ощущается, просто тёк горячей водой. И то есть Пенуэл, зима и горячая река вместо асфальта. И это, конечно, очень пророчески. И я просто понимаю, что Бог сейчас расширяет ваши какие-то позиции, вашу внутренность и переводит вас на совершенно другой уровень. То есть что-то очень сильно такое высвобождается. И также чувствую, Катя, на тебе особенное новое помазание. И я вижу, что мантия радужная, мантия Давида, мантия поклонения, мантия поклонника, она просто активируется, и она начинает работать сверхъестественным образом по-новому. И я благодарю тебя за то, что у тебя какие-то понимания новых граней приходят, приходят и новых звуков, и нового какого-то взаимодействия в голосе, когда ты говоришь и когда вещи происходят. Спасибо тебе, отец. Вижу вот эту мантию, вижу, как... Раньше это, мне кажется, называлось украинский венок, но я не уверена. Но когда, по-моему, одевались в детстве, в школе, еще когда учились, одевали такой венок с цветами, разноцветные ленточки. По-моему, это украинский венок. Ну, поправьте меня. Но я вижу вот что-то такое. И как будто бы это сила примирения, и вот как будто бы вот эта многоцветная одежда славы, она высвобождается, многоцветная одежда сила, она активируется. И многоцветная одежда как отличительная, да? То есть то, что Иосифу было дано, оно отличало его от всех. И, в принципе, он везде всегда отличался от всех. Когда он куда-то приходил, то все видели, что с ним Бог, да? И было вот это отличие. И я вижу, что вот этот высокий дух, он начинает нарастать. Начинает нарастать. Меня не оставляет последние три дня вот эта тема, которую я делилась на школе у себя, делилась вчера в эфире, сейчас даже немного затрагивала её на Пенуэле. И почему-то Дух Святой опять меня в эту сферу погружает. Я скажу только короткий фрагмент. Это Иезекииль. Ну, во-первых, что такое пророчество? Пророчество — это служение стражей в любом случае, да? Потому что мы стражи на стенах. Мы смотрим на вещи, мы слышим вещи, мы активируем вещи. Мы просто как голос трубы или голос шафара. И то есть фактически, когда мы высвобождаем своё послание, когда мы высвобождаем своё знание, ведение или тот свиток, который мы съели, или тот свиток, который мы получили, то Бог усиливает наше звучание. То есть фактически одна из граней пророческого служения, то есть их много на самом деле, то есть это приносить атмосферу неба на землю, это приносить мнение неба на землю, да? То есть и одна из граней — это быть стражем. Стражем, когда ты видишь беду, и ты укрываешься. Когда-то я видела видение, что люди стоят на, как бы, страже на стенах, да? Написано в Писании, «На твоих стенах Иерусалим поставил сторожей, не смогнут одними днём и ночью», да? Там так примерно. И я видела вот эти стены Иерусалима, я видела, что стоят там стражи, и видела, что у них в руках такие, как бы, свитки. И эти свитки, они были такие, не из такого материала, я не знаю точно, из чего они состояли, но на них было, как бы, Писание. То есть и Слово, оно высвобождалось. Когда они его читали, они его понимали, они сверялись. И когда было мирное время, то они вот просто держали этот свиток, они читали, в него погружались, и Бог туда вкладывал какое-то новое знание. Когда была атака, то они открывали этот свиток шире, как щит. И всякая атака, которая, как бы, летела в адрес этой стены, в адрес этих людей в городе, она отражалась вот этим свитком, который был наполнен тем знанием, тем словом, тем посланием, тем ведением, которое Бог вкладывал в мирное время. И оно начинало светиться, оно начало, как бы, отражать, ну, как, может быть, щит, который, ну, вот если видели Звёздные войны, то у них там, как бы, вот, включается это защитное, как бы, охранное поле. И вот этот свиток, он выполнял вот эту функцию охранного защитного поля. И вот это было интересно. И стражи, и это одна из функций пророков по-любому. И в Азекииле в третьей главе написано, сын человеческий, вот я поставил тебя стражем, дому Израилеву, чтобы ты возвещал, чтобы ты говорил, да, чтобы ты обличал и праведника, и неправедника, и праведника, который споткнулся, проходя тесты от Бога, да, да, чтобы ты обличал, чтобы ты говорил. Но так как мы находимся в Новом Завете, мы, конечно, стараемся говорить то, что созидает, то, что воскрешает и так далее. Но в то же время есть вещи, когда мы должны говорить как есть, да, то есть как бы, ну, то есть есть его свиток и потом говорить его слова. Там так написано, сейчас я вам этот фрагмент прочитаю. Это когда мы говорим его слова, то есть не наши слова, не наше мнение, не наше послание, не наше ощущение, а вот его слово, да, то есть когда он вошел, и он сказал, вот это вот очень важная грань. Сейчас. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. И когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его, говорить, чтобы остеречь беззаконника, то беззаконник умрет, но кровь я взыщу его от тебя. То есть поражение, которое будет приходить в город, даже на беззаконников или на праведников, если мы будем молчать, оно будет на нас. То есть мы должны говорить, мы должны заполнить эфир, мы должны высвобождать, мы должны быть этим колоколом или шафаром, или трубой громогласной, когда мы какое-то слово получаем, чтобы это высвободилось. И вот тоже здесь посмотрите, третья глава, с первого стиха, Иезекииль. И сказал мне, Сын Человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток, иди и говори Дому Израилеву. Не иди, говори всему миру, иди, говори Дому Израилеву. Это очень интересно. Израиль, это общество Господне, прямо к Богу, значит, иди и говори тем, кто предназначен быть со мной, другими словами. Тогда я открыл уста моё, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне, Сын Человеческий, напитай чрево твоё, наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И съел я его, и было сладко, как мёд. Напитай чрево, так интересно, мне это видится, как съешь, просмокуй, прочувствуй, заполнись полностью тем посланием, которое Бог тебе даёт. И когда ты съешь, то будет сладко, как мёд. Кто-то здесь писал сейчас про мёд, вот вам ответ. И я съел, и было в устах моих сладко, как мёд. И он сказал мне, Сын Человеческий, встань, иди к Дому Израилеву, и говори им моими словами, иди к моему народу, иди к моим людям, иди к тем, кого я определил, ко спасению, и говори им не свои слова, а мои слова. Иди и говори моим текстом. Очень есть большой соблазн всегда сказать послание от лица Бога, но с тебя чуть-чуть добавить. Ну, иногда по ошибке, иногда специально. И вот здесь он чётко говорит пророку, иди и говори им моими словами. То есть то, что ты съел в этом свитке, то, что сладко для тебя, как мёд, иди и говори. Иди и говори, как прекрасен Бог, это я тебе говорю. Иди и говори, как великий, какой он величественный, какой он бесподобный, какой он совершенный, чтобы пришла жажда. Потому что все люди, в принципе, они служат, верят и делают, и всё это основывается на подражании. То есть любой человек, он, например, не знает, как, например, запустить сайт, ему нужно показать, как подражание. Или человек не знает, как молиться, ему нужно показать, как подражание. Не знает, как ходить на небо, ему нужно показать как. Подражание. Да, то есть через подражание приходит высвобождение, получается, знание. Если я скажу тебе, как достигнуть какого-то результата, то ты, зная как, будешь иметь те же результаты, что и у меня. Да, то есть это очень сильно на самом деле. И Бог вот это вложил в нас, эту способность подражать ему, как чадо возлюбленное. Когда мы подражаем ему, становимся таким же, как он. Аминь. Да, то есть высвобождаем эти вещи. И он говорит, я не посылаю тебя к народу с речью невнятной и непонятным языком, а посылаю тебя к Дому Израиля. И вот нам Бог открыл в нашем служении, что есть как бы две рельсы, да, Слово Божие и Дух Божие. Всегда мы идём в Писании и в Духе. То есть всегда любое слово тестируется Духом Божиим и Словом Божиим. Что такое Слово Божие? Слово Божие, ну, Библия я имею в виду, это Дух, записанный словами. И его читать можно только Духом. И если мы Духом познаём, что, да, веки устроены Словом Божиим, там, и так далее, то есть всё это Духом, с Духом, то есть это всё только в Духе идёт. И есть Дух у Писания, и есть Дух Божий. И есть Дух не у Писания. Так вот, всё Писание, оно говорит об Израиле. И всё Писание – это мегапроект Бога о том, что ради Израиля и Церкви Бог создал эту планету. Я не буду сейчас сдаваться, как это там, но это можно, есть целая лекция, как это расшифровывается. И закончится всё свадьбой, да, Израиля и Иисуса. То есть вот эта свадьба Израиля равно невеста. И поэтому Иди, он не посылает к народу с речью невнятной, а посылает к народу Израилеву. Но народ Израиля – дом мятежный, народ не очень хочет слушать и так далее. Но Бог всё равно не оставляет своих попыток завершить свой мегаплан. И у меня для вас отличная новость. Вы все – Израиль. Вы все – Божий народ. Потому что все, кто принимает Бога как Бога, Авраам, Ицхак и Яков, они автоматически становятся Израилем. И когда ты становишься Израилем, то всё, что говорится об Израиле, к тебе имеет напрямую отношение. Мы не духовный Израиль, мы не заместительный Израиль, а мы настоящий реальный Израиль. Потому что для того, чтобы стать частью Израиля, не нужно было делать никаких особых действий, кроме того, чтобы принять Бога Авраама, Ицхак и Якова своим Богом. В древние времена, когда они выходили из пустыни, требовалось сделать обрезание, чтобы выйти из Египта в пустыню. А сейчас, то есть потом мы видим, как делает Руфь, она говорит, твой Бог, мой Бог, и оставляет своего Бога, и хотя бы авитяне вообще не могут войти в общество Господне, она становится прававушкой Давида. То есть это никак не мешает ей стать Израилем, родить царя Давида в Израиль, и которым даже не стесняется называться сам Иисус, то есть его родственником. И вот это вот очень интересно. Поэтому если в двух словах, то вы Израиль, настоящий, реальный действующий Израиль, поэтому к вам это имеет отношение. И поэтому если вы пророки, пророчествующие, вы тренируетесь, вы выходите сейчас на эту функцию высвобождения как бы слова Господня, то Бог почему-то чётко здесь говорит, иди не к народу с речью невнятной, с непонятным языком, ты посылаешься к дому Израилеву, не к народу многим с невнятной речью, непонятным языком, которых слов ты не разумел бы. Да если бы я послал тебя к ним, они послушались бы тебя. А дом Израилева не захочет слушать тебя, они не хотят слушать меня. И вот здесь тоже очень такая интересная грань. Никогда не бойся говорить слово Бога, так как оно тебе приходит. сказать, не боясь последствий, не думая, что подумают люди, высвободить, не сомневаясь, а доверяя Богу. И вот интересно, мне тут на днях примеры сказали. Один молодой мальчик поклонялся, и его мама была пастором, и другая сестра видела вещи в духе, подходит и говорит, я вижу, что он Богу принёс веник, а не цветы. И я не знаю, как ему это сказать, и вообще в этом, наверное, его может ранить или обидеть, я вообще не понимаю, как ему донести эту информацию. А мама говорит, иди скажи ему, иди скажи, как ты получила, иди скажи, как есть. Она говорит, ну ребёнок же ранится, он там может вообще обломаться. Он говорит, иди скажи, она сказала. И этому ребёнку сейчас уже под 30, и вот он до сих пор помнит это слово, и он никогда не старается, приходя к Богу, не приносить ему веник, а всегда пытается принести ему букет благоухания приятный. То есть Бог знает, как разговаривать с каждым человеком. И он знает, какое послание, как объяснить каждому, кому он посылается, так, чтобы именно этот человек понял, и чтобы это слово произвело действие внутри. И вот ты посылаешься к Дому Израилеву с крепким лбом и жестоким сердцем. И вот я сделал твоё лицо крепким против лиц их, и твоё чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твоё. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом. И сказал мне, сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими. Прими сердцем и выслушай ушами. То есть умеющий ухо заслышит. И дальше он повёл их в Тель-Авив. И я слышал позади себя великий громовый голос, благословенно, слава Господне от места своего, а также шум крыльев, животных, соприкасающихся. И дух поднял меня, взял меня, и шёл я в огорчении с тревоженным духом. И рука Господня была крепка на мне. И я пришёл переселённым в Тель-Авив, там и так далее. По прошествии же семи дней было снова слово Господне. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дома Израилева. Ты будешь слово слышать из уст моих и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрёшь и так далее, то всё это будет на тебе, или ты как бы... То есть когда мы заступаемся за землю, когда мы заступаемся за народ, когда мы заступаемся за город, когда мы заступаемся за страну, когда наш голос звучит, повторюсь то, что сказал вначале, мы как колокол, мы как шафар, мы как труба громогласная. То есть это наша способность донести это звучание. То есть нам нужно передать его слова, съеденные нами, как Его слова, не как наши слова, а Его слова. И когда мы это совершаем, то вразумляются и праведные, и неправедные. И вот тут написано, если будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, а он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлён, и ты спас душу твою. И была она мне там, рука Господа, и сказала мне, встань и выйди в поле. И вот это то, что меня очень сильно задевает последние трое суток. И я буду говорить там с тобой, почему надо выходить куда-то, почему в поле, почему. То есть здесь вот этот серьёзный ключ. Бог уже положил свою руку на тебя, он уже с тобой говорит, почему надо выйти. Потому что Бог хочет, чтобы было сделано какое-то действие. Почему нужно было сделать обрезание, для того, чтобы войти и стать частью народа. Почему нельзя было просто сказать, о, мне нравится Израиль, я с ними выхожу так же, как они выходят. Нет, им нужно было обрезаться, им нужно было есть пасхального агнца. И если предыдущие девять казней, ничего от них не требовалось, то есть Бог делал всё сам, то последней казни Бог хотел, чтобы была активная фаза участия, взаимодействия. То есть когда дело касается завета, когда дело касается серьёзных вещей, то обязательно вступает в действие какое-то действие от нас. И вот здесь в данном случае, когда они выходили с Моисеем, нужно было делать то, что я сказала, обрезание есть агнца, быть готовыми выйти и выходить. Здесь он уже пророк, Бог его уже двигает, Бог уже его переносит, уже слава звучит, слава и так далее. Но тем не менее, он говорит, была на мне там рука Господа, он сказал мне, встань и выйди в поле. Требуется действие. То есть встань, выйди, дойди. То есть три позиции. И вот там стояла, слава Господне. Там она уже стояла. Она не звучала, она не была сзади, это не были крылья, она просто стояла. И она ожидала, когда человек придёт, чтобы войти в это состояние славы. И там стояла слава Господне, как слава, которую я видел при реке Хаваре. И я пал на лицо своё, и сошёл на меня дух, и поставил меня на ноги мои, и говорил со мной, и сказал мне. И дальше пошли инструкции. То есть пророк, для того, чтобы пережить новый уровень славы, новый уровень силы и так далее, когда наступает момент взаимодействия, на деление, нужно пойти, встать и сделать то, что Бог говорит, как бы ни странно это ни казалось. Я дома сижу, и Бога нормально слышу. Я уже на себе руку Бога ощущаю, и слышу, зачем мне ещё чего-то делать, почему надо меня куда-то выводить, чтобы со мной поговорить. Да, это очень странно. И есть соблазн великий, подумай, что я что-то неправильно слышу, наверное, да? Или как-то неправильно понимаю. Но Бог говорит, встань и выйди, дойди. Не только начни двигаться, не только соверши действия, но дойди до сути. И когда Он доходит до сути, то там находит славу. Для меня это просто взрыв в духе. Потому что мы много говорим о славе, мы слышим о славе, мы понимаем, что можно служить в помазании. И вы знаете, когда Бог приходит, Его присутствие приходит. И мы можем двигаться с Его присутствием, но будет сильно. Но когда приходит слава, всё действует совершенно по-другому. Это другой уровень глубины, это другой уровень мощи, это другой уровень славы, то есть другой уровень вообще всего. И служить из славы – это наивысшее, наверное, состояние, которое мы можем достигнуть. Ну, выше этого может быть только стать славой. Да, то есть если ещё чуть-чуть поглубже, это стать славой. То есть мы можем двигаться славой, можем служить славой, можем стать славой. И вот это вот, ну, то, что Господь ожидает от нас, как я понимаю. И вот как слава может приходить? Она может приходить через разные элементы. Ну, во-первых, послушание. Можно поразмышлять, что такое поле, почему именно в поле, что поле вышел сеть, сеть, да, там жатва. Поле, опять же, там можно подумать многие вещи, почему именно в поле стояла слава, почему именно в поле надо жатву собирать, почему именно туда Бог ведёт, а не на месте, например, говорит, что нельзя было славу туда переместить. Но вот есть какой-то в этом очень серьёзный пророческий элемент. И у пророка, в принципе, есть сила соединять элементы назад. Да, когда мы смотрим назад, мы можем, ну, соединять вещи, которые сами по себе не соединились, да, то есть как бы мы не видим причинно-следственной связи. Но если мы начнём размышлять о каких-то вещах, то мы можем это увидеть. И есть вот такая вещь, как, ну, например, метафора. Метафора. И, ну, например, считается, что душа человека, вот один пример приведу, это как ласточка в поле. И какая связь душа человека с ласточкой вообще? Где эта грань? И когда ты любой образ получаешь для себя, вот сейчас мы получили образ поля, да, например, нужно посмотреть, что мы знаем о поле. Ну, я сейчас говорю про ласточку. Вот. Ласточка. Почему ласточка? Как она связана с душой? Чтобы понять, что это такое, нужно почитать о ласточках. Когда мы начинаем читать о ласточках, то мы узнаём несколько интересных подробностей. Первое. Что ласточка не может взлететь, если она приземлилась на Землю. Ей нужно для того, чтобы взлететь, сначала упасть. Поэтому обязательно она делает все свои гнёзда под крышей, да. Её полёт всегда начинается с того, что она падает. И тогда мы уже начинаем чувствовать, что есть какая-то связь с душой человека, да. Праведник семь раз упадёт и поднимется. И, да, и будет стоять дальше, будет идти дальше, будет двигаться дальше. То есть очень интересный такой момент. И вот тогда я понимаю, что если Бог меня подавляет, ласточки, то когда у меня наступает какой-то момент для того, чтобы мне взлететь, надо сначала упасть. И ты думаешь, ты проиграл, ты оступился, ты где-то там сломался, где-то что-то недоработал. Но на самом деле у тебя всё хорошо, да. То есть ты в Божьем контроле, ты в Божьей силе, ты в Божьем могуществе. Так что ласточка – это конкретно прообраз такой может быть. То же самое сейчас. Мы можем смотреть, почему поле, посмотреть всё, что мы знаем о поле из Писаний, посмотреть, какие ассоциации, понять. Мы можем посмотреть, например, почему страж, всё, что мы знаем о стражах, просмотреть и понять. Или если ты получаешь, например, слово, образ какой-то, там, цветок, значит, посмотри про этот цветок, всё, прочитай, вникни. И ты вдруг понимаешь, почему. Это, например, одуванчик. Я вижу тебя как одуванчик. Ну что прекрасного в одуванчике может быть? А ты понимаешь, что у него есть целебные средства, да, там, например, он лечит, там, печень, иммунитет, там, и так далее. И ты можешь посмотреть ещё больше, что, да. То есть и так вроде бы для тебя это не что, а когда вникнешь, то ты увидишь. Или там ромашка, или ещё какой-то образ, там, льва, медведя. Что это значит для тебя? Почему ты, почему этот образ возникает, да. То есть и вот таким образом, как пророки, мы можем расширить знания, соединить с другими знаниями и получить результат, да. И по присутствию Божьему, которое нам будет подтверждать, что мы правильно поняли, то мы как бы будем высвобождаться. Интересно. Почему-то я не знаю, почему, но Бог хочет такую интересную практику сейчас с вами сделать, которую я делаю у себя на школах обычно. Но почему-то сейчас Бог захотел. Ладно, сейчас сделаем её. Но я про шафар два слова скажу. Значит, когда Бог говорит, что мы знаем про его голос? Вы успеваете за мной? Ничего, что оно так вихреобразное. Фигара здесь, фигара там нормально. То есть я понимаю, что это Бог. Он какие-то пазлы вам на место ставит. Значит, смотрите. Когда Бог говорит, Он говорит, что мы знаем. Голос его, шум вот многих, да. И из чрева нашего текут реки. Идёт синхронизация. Ты понимаешь, что если из моего чрева текут реки, его голос, шум вот многих, то значит, как эти реки будут выглядеть? Это реки, когда звучит его голос через меня. Так или нет? То есть когда я становлюсь его рекой. Значит, когда многолюдное собрание, это много, 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 много людей, которые звучат его духом, да. Шум вот многих. Когда соберутся стадионы, или собираются стадионы. Стадион – это небесная вообще функция, небесный план, да. То есть небесная, ну скажем так, структура. То они продолжают там звучать. Шум вот многих. Какой ещё голос может быть? Голос, как шафар, да. Помните? Голос Бога нарастал, как шафар написано на иврите, когда гора тряслась, когда давались 10 заповедей. И звук шафара нарастал и становился нестерпимым, написано. И это тоже нам говорит о том, что мы тоже можем быть шафарами, да. То есть у нас шафар, вообще нужно тут, наверное, тоже оговориться и сказать, что шафар – это от слова улучшать. Что само слово to improve, если на английском. То есть сам глагол le chaper, он вкладывает в себя функцию, что-то не работает, оно начинает работать. Что-то сломано, оно исцеляется. Что-то не действует, оно начинает действовать. То есть что-то замерло в своём развитии, и оно как бы восстанавливается. Что-то умерло, оно воскресает. И вот шафар, он обладает такой возможностью. Почему говорят, что в последние дни зазвучит великая труба, и все народы соберутся к нему, они откликнутся, они вспомнят этот звук шафара. То есть значит, он им был известен до этого, как его голос, да, то есть шафар. И почему иногда мы молимся, и вдруг нам хочется кричать, кричать определёнными нотами. У каждого своё. И когда, если мы знаем об этой практике, ну психологи говорят, ари в подушку. Ну ари в подушку – это подделка, да, то есть это не то. Но когда ты духом звучишь, и у духа есть голос, да, у твоего духа есть голос, так же как поток есть, точно так же есть голос. И когда ты духом звучишь, то ты высвобождаешь децибелы славы. И вот чтобы найти это звучание, нужно как бы соединиться с небесами, да. То есть когда ты попадаешь в шафарную ноту, вот как это сказать. Ну вот можно молиться горлом, можно молиться духом. Можно петь горлом, можно петь духом. Можно шафарить горлом, можно шафарить духом. Это будут разные вещи. И всё, что, когда ты чувствуешь фальшь, неискренность, нереальность, это скорее всего горло. То есть когда человек делает действие какое-то от ума, а не от духа, понимаете, стану молиться духом, стану молиться умом. Вот эта вот атмосфера, она, ну, например, можно проповедовать духом, можно проповедовать горлом. Можно проповедовать, ну, да, даже Пугачёва поёт там, позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи. И ты понимаешь, вау, я хочу с ней пойти. Она поёт так, что меня захватывает. Так или нет? То есть она поёт своим духом. Или там мужчина поёт, ах, какая женщина мне бы такую, да. И вот если логикой посмотреть, я женщина, зачем мне женщина? Да, то есть как бы, ну, я не думаю в этот момент разумом, да. То есть я включаюсь на образ и на дух, который стоит за звуком, который посылается со мной. То есть, ну, понимаете, о чём я говорю? Почему есть мелодии, которые к тебе пристают внутрь, которые, например, тебя каким-то образом, ну, напрягают, они повторяются, ты не можешь от них избавиться, да. Потому что, скорее всего, это мелодии, стянутые с неба, но направленные в неправильный ракурс. Ну, если это неверующие песни, да. А если верующие, то они каждый раз, когда ты будешь её слушать, ты будешь погружаться в атмосферу славы. Ну, например, вот есть эта песня у Соколовых, как она называется сейчас? Просто сейчас, ну, чтобы по нотам прям почувствовали. Вы знаете, что можно истолковывать духом, можно истолковывать музыку, можно истолковывать звуки, да. Можно истолковывать как бы языки, можно истолковывать интонации, даже тишину можно истолковывать, на самом деле, пророчески. Потому что будут приходить, ну, послушивайте ноты. По-моему, тебя прям втягивает, чувствуете? Нет, не слышно? Так. Как лучше? А голос мой слышно? Интересно. Ладно. Сейчас. Кто слышит? Сейчас все исправим. Валюя. Короче говоря, вот эта музыка, она начинает как бы втягивать тебя. То есть если, сейчас я хочу по-другому это сделать. Момент. Короче говоря, когда звучит музыка, или звучит слово, или звучит молитва, или звучит откровение, то самое нормальное, что мы можем делать, это реагировать. Реагировать на дух, который как бы через нас, в нас, синхронизация нашего духа с духом, который мы слышим извне. И если идёт синхронизация, если я небо, и звук, который звучит небо, то у нас происходит слияние. Если я как бы в небе, а тот звук, который звучит не с неба, то слияние не происходит, идёт отторжение, идёт раздражение, идёт какое-то неприятное ощущение, да, то есть идёт, ну, ты не понимаешь, как санки по асфальту или пенопласт по стеклу, да, то есть такое какое-то, ну, ты как встряска у тебя получается, и ты думаешь, зачем мне это нужно, что вообще происходит. И вот это вот как раз то, что Бог встроил в нас как функцию развлечения. И мы можем различать. Когда шафар внутренний наш, он звучит в унисон с Богом, то есть, ну, например, это может быть один звук, это может быть мелодия, это может быть сильный, пронзительный, громкий звук, да, то есть я могу повышать и понижать тон и усиливать этот поток или ослаблять его, да, то есть у меня есть вот это внутри, как бы вот эта вот встроенная функция. И Бог как бы хочет, чтобы мы фокусировались на этом, да, то есть чтобы мы понимали эти вещи. И вот когда я, например, шафарю, то я улучшаю, я воскрешаю, я восстанавливаю себя, во-первых, да, потому что во мне вода, и вода принимает тот образ звука, который звучит, да, то есть вода кристаллизуется. Во-вторых, когда я шафарю, я меняю, вообще все практически состоит из воды, животные из воды, растения из воды, даже во всех там недвижимых предметах есть тоже какие-то молекулы воды, да, то есть я систематизирую, и все творение начинает реагировать на меня, начинает реагировать на этот звук. Тогда я вхожу вот в эту власть сынов, в эту власть детей, в эту власть людей силы, людей влияния, да, то есть вот это вот очень мощно. И вот шафар, когда физически звучит, то все начинают бежать отовсюду, посмотреть, кто трубит, почему трубит, что случилось, потому что у него такой пронзительный голос, который заставляет как бы реагировать, а что, как бы, внимание, внимание, да, точно так же, когда колокол начинает бить, это русский шафар, тоже это внимание, внимание, да, то есть активация, и колокол славы, например, я видела, что он открылся, и он высвобождается сейчас над планетой, колокол славы, золотой славы, да, то есть когда есть люди, которые могут войти в славу и начать бить в этот колокол, или звучать в синхронизации с этим голосом. Я, кстати, не знала, что у Нэнси Коэн был такой опыт, и Лена свидетельствовала на днях. И это интересно, когда Бог искал соединиться с колоколом, который звучит, да, и синхронизировать его всенозвучание небес, то есть трансформировать его вибрацию, трансформировать его звук в то, чтобы он звучал небесами. И для меня это было подтверждение, потому что когда Бог давал 10 заповедей, он звучал с шафаром, да, и шафар нарастал, и было землетрясение, и гул. И он говорил громами, писал молниями буквы, да. То же самое, когда мы говорим, на самом деле, Слово Божие, то мы тоже говорим в атмосферу, как громы, и пишется Слово, как молниями, да. То есть и кто-то, кто видит в духе, он это видит, и он это знает. И поэтому помазание, почему меня как разряд ударило, и почему люди так дёргаются иногда, да. То есть потому что в них пришла вот эта вибрация, вот этой волны, вот этого вот как бы высвобождения того, что Бог запланировал, чтобы было высвобождено, да. То есть это очень сильно на самом деле. Вот. И Господь просто, Он высвобождает сейчас вот эту мудрость, вот это ведение насчёт шафара. И поэтому очень важно иметь внутренний шафар, и синхронизировать всегда его с небесами. Шафар всегда тебе поможет протестировать, а что я чувствую, а что я вижу, да, а что, куда я попал. Например, музыка звучит, и ты внутренне издаёшь свой тихий звук внутреннего шафара. Например, хо-о-о. Даже вот когда певцы настраиваются, да, то есть они тоже ищут этот унисон внутренний, они там издают какой-то звук, ну даже вот там аккорд берётся, и человек внутренне хо-о-о-о-о-о-о. То есть он ищет этот тюн, он ищет эту ноту. И вот то же самое, когда мы слышим, например, музыку, то, что я пыталась вам включить, но не столь важно. Звучит музыка, и либо она тебя сразу захватывает, либо ты издаёшь какой-то свой звук, шафар, и ты как пробуешь, как щуп такой, и ты понимаешь, а что в этой атмосфере? А это мне отзывается или не отзывается? Это мне нужно или мне не нужно? Это для меня вообще или нет? Да, то есть как бы и тут тоже у тебя всегда будет три варианта. Либо ты входишь и меняешь, либо ты входишь и течёшь, либо ты не входишь. У тебя всегда есть выбор. Войти в общение, не войти в общение, войти и изменить общение. То есть войти и усилить, или выйти, сделать шаг назад. И вот это вот тоже очень важно. Когда мы так высвобождаемся, то Бог особым образом нас благословляет и посещает. И вот этот вот шафар, он может помогать тебе, когда ты не можешь говорить, когда ты не можешь молиться. Ты можешь просто внутренне звучать. Могу очень тихо звучать, могу громко. Могу в самолёте звучать, могу там в очереди звучать, могу везде. Это как замена даже в какой-то степени молитвы на языках. То есть получается очень сильное высвобождение. И вот когда идёт молитва, ты можешь издать один звук, и ты можешь почувствовать, идёт присутствие нарастающей или поубывающей. Ты можешь почувствовать, насколько тебе хочется в этом оставаться, или тебе хочется выйти, или ты хочешь начать воевать. То есть у тебя есть свободная воля, и в связи со своим состоянием ты решишь, как тебе двигаться дальше. Ну давайте мы сейчас тогда пойдём в практику, позвучим немножечко, попробуем найти этот внутренний звук, свой личный, или активировать его. Вот я буду молиться, а вы попробуйте позвучать. И сначала в тишине послушайте, а потом позвучите, посмотрите, усилится присутствие или не усилится. Например, Отец Своим Иисуса Христа, я прошу Тебя, благослови, как только Ты один можешь благословить. Посети, как только Ты один можешь посетить. Наполни, как только Ты можешь наполнить. Высвободи своё движение, высвободи свою славу, высвободи свою силу, высвободи своё дыхание, высвободи своё течение, высвободи своё движение, высвободи, теки на этом месте. Тики на этом месте. Если ты нашел волну, то у тебя будет гибрировать вся твоя внутренность, и тебя будет накрывать присутствие Божие. Миллионы для Иисуса, миллионы для Христа, миллионы для Иисуса. Миллионы для Христа, вся Россия для Иисуса, Украина для Иисуса, континенты для Иисуса, вся планета для Христа. Наши дети знают Бога, наши дети видят Бога, наши дети слышат Бога, наши дети для Христа. Вся планета для Иисуса, вся планета для Христа. Поставьте мне плюс, кто переживает присутствие, кто чувствует. И два плюса, если вы почувствовали, что как бы, когда добавляешь звук, усиление идёт. Поэтому шафар – это твое внутреннее мощное, сильное оружие, которое ты можешь использовать во время, не во время, в любой момент. И ты можешь, когда молишься за освобождение, усилить звук шафара. Или ты, когда ищешь волну присутствия, ты можешь использовать его как щуп. Если тебе нужно развлечение, ты можешь использовать его тоже как щуп. И это очень такое важное для того, чтобы понять глубину потока, например, да, то есть глубину движения. И можно также различать моменты, то есть что происходит, когда ты включаешь вот этот внутренний звук. И можно стать этим звуком, да, то есть разная позиция есть. Слушать, звучать, а можно стать звуком, да, то есть вот это то, что Бог хочет от нас. И можно как-то, я не знаю почему, но мне стучится вот это вот навязчивое. Давайте сделаем эту практику сейчас. Вы знаете, что есть голос у отца, есть голос у сына, есть голос у Духа Святого, да, и есть голос человека. Мы сейчас не пойдём во все другие голоса, но хотя бы вот эти три-четыре. И я вам сейчас просто прочитаю несколько фрагментов, и я хочу, чтобы вы почувствовали атмосферу. И кто говорит, хорошо? Просто, чтобы вы распознали. И почему-то Бог хочет это, я уже третий раз, не четвёртый, это слышу. Аллилуйя! Аллилуйя! Возвратятся избавленные Господом И придут на Сион с пением, радостью Вечно над головой их Они найдут радость и веселье Печали, вздохи удалятся Я сам, утешитель ваш Кто ты, что боишься человека Который умирает И сына человеческого Который тоже, что трава И забываешь Творца Своего распростершего небеса Основавшего землю И непрестанно всякий день Страшишься ярости притеснителя Как бы он готов был истребить Но где ярость притеснителя Скоро высобожден будет пленный И не умрет в яме И не будет нуждаться в хлебе Я, Господь, Бог твой Возмущающий море Так что волны его ревут Господь Саваоф Имя его Я вложу слова мои в уста твои И тенью руки моей покрою тебя Чтобы устроить небеса Утвердить землю И сказать Сиону Ты мой народ Воспрянь Воспрянь Восстань, Иерусалим Ты, который из руки Господа Выпил чашу ярости его Выпил чашу до дна Чашу опьянения Сушил Вот кто говорит Отец Да Отлично, молодцы Давайте дальше посмотрим И ты, Сын Человеческий Возьми себе кирпич Положи его пред собой Начертай на нем Город Иерусалим И устрой осаду против него И сделай углубление Против него Насыпь вал вокруг него И расположи стан против него Расставь кругом против него Стенобитные машины И возьми себе Железную доску И поставь ее Как бы железную стену Между тобой и городом И обрати на него Лицо твое И он будет в осаде И ты осаждай его Это будет знамением Дому Израилеву Кто говорит Дух, что-то правильно Какое чувство Что как инструктаж идет Да Давайте посмотрим дальше Например Ты же когда молишься Войди в комнату твою Затвори дверь твою Помолись отцу Который втайне И отец твовидящий тайное Воздаст тебе явно А молясь Не говорите лишнего Как язычники Ибо они думают Что многословия Своим будут услышаны Не уподобляйтесь им Ибо знает отец вас В чем вы имеете нужду Прежде прошения вашего У него Молитесь же так Отче наш Сущий на небесах Да святится имя твое Да придет царство твое Да будет воля твоя На земле Как и на небе Иисус Но в каком функции Иисус говорит Иисус говорит Функции Учителя Да Функции Ну как бы Человеческого Учителя Такой статус Что Иисус Может приходить Как человек Да И он может приходить Как царь Он может приходить Как бог Он может приходить Как нечто великое И мощное Голос будет разным И вот запомните Как он звучит Вот здесь Именно По информатике Да То есть по помазанию Ну или например Ибо если вы будете Прощать людям Согрешение И кто простит И вам Отец ваш небесный А если не будете Прощать людям Согрешение Их То отец ваш Не простит Вам Согрешение Ваших Так же Когда поститесь Не будьте Унылы Как лицемеры Ибо они Принимают на себя Мрачные лица Чтобы показаться Людям Постящимися Истинно Говорю вам Что они уже Получают Награду Свою Да Такое Вот Четкое Рациональное То есть Как бы Помазание Прям не ощущается Особо Так или нет То есть Ты понимаешь Что вот Учительский Такой Вот как бы Атмосферный И давайте Откроем Сейчас Например Откровение К примеру Откровение И вот здесь Тоже Очень интересно Ощутите Когда говорит Человек Когда идет Повествование Когда начинается Присутствие Божие Вот просто Отследите Откровение Иисуса Христа Который дал ему Бог Чтобы показать Рабам Своим Чему Надлежит Быть Скоре И он И он Показал Но в то же Мир Мир От того Который Есть Был И грядет От Семи Духов Находящихся Пред престолом Его Просто Молитва Иоанна Так или нет Реагируйте Я хочу Видеть Что вы Со мной Чувствуйте Разницу Я больше Не буду Так Тормозиться Просто Обращайте Внимание То есть Он Желает То есть Пошли Пожелания Пошла Его Молитва Иоанн Семи Церквям Находящимся В Азии Благодать Вам Мира Того Который Есть Был И грядет От Семи Духов Находящихся Пред престолом Его И от Иисуса Христа Который Есть Свидетель Верный Первенец Из Мертвых Владыка Царей Земных Ему Возлюбившему Нас Омывшему Нас От Грехов Нашей Кровью Своей И Соделавшему Нас Царями Священниками Богу И Отцу Своему Слава И держала Во веки Веков Аминь Нету Помазания Пока Что Все Грядет С облаками И узрит Его Всякое Око И те Которые Пронзили Его И возрыдают Перед Ним Все Племена Земные Ей Аминь Я Есть Альфа И Омега Начало И Конец Говорит Господь Которого Есть Был И Грядет Сидержитель Я Иоанн Брат Ваш Соучастник Скорби И в царстве И в терпении Иисуса Христа Был на острове Называемом Патмос За Слово Божие За свидетельство Иисуса Христа Я Был В духе В день Воскресный Слышал Ползади Себя Громкий Голос Как бы Трубный 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 Шафарный Который Говорил Эси Альфа И Омега Первый И последний То что Видишь Напиши В книгу Пошли Церквям Находящимся В Азии В Ефес И Смирнов В Пергам И Фиотиру В Сардис И Филадельфию В Лаодикию И я Обратился Чтобы увидеть Чей голос Говоривший Со мной Обратившись Увидел Семь Золотых Светильников И посреди Семи Светильников Подобно Сыну Человеческому Облеченному В Падир И по персям Опоясанного Золотым Поясом Глава Его И волосы Белые Как белая Волна Как снег И очи Его Как пламень Огненный И ноги Его Подобны Халкаливану Как раскаленные Спичи И голос Его Как шум От ногих Он держал В деснице Свои Семь звезд И из уст Его выходил Острый С обеих сторон Меч И лицо Его Как солнце Сияющее В силе Своей И когда я увидел Его То пал К ногам Его Как мертвый И он Положил На меня Десницу Свою И сказал Мне Не бойся Я Ис Первый И Последний И живый И был Мертв И все Жив Во веки Веков Аминь И имею Ключи Ада И смерти Так Напиши Что ты Видел И что Есть И что Будет После Сего Тайна Семи Звезд Которые Ты Видел Десница Моей И Семи Золотых Светильников Есть Я Семь Звезд Суть Ангела Семи Церквей А семь Светильников Которых Ты Видела Суть Семь Церквей Что Вы Почувствовали Можно Говорить Почувствовали Перепад Когда Идет Описание Когда Человек Говорит Молитву Он Раскачивается И Мы Видим Когда Он Напоминает Нам О Нашем Статусе Нашей Позиции Но Вот К чему Я вам Это Все Говорю Почему Эту Практику Делаю Потому Что Когда Бог Тебе Приходит Через Человек И Говорит Так Говорит Господь Понятия Не Мею Говорит Так Господь Или Нет Но Как Я Могу Узнать По Помазанию По Атмосфере И По Различению Голоса Кто Стоит За Голосом Этого Человека И Обратите Внимание Повествование Потом Раз И Ты Чувствуешь Слава Царя Когда Он Его Описывает Раз И Слава Царя Нарастает И Ты Понимаешь Что Он Действительно Это Видел Потому Что Бывает Такое Что Люди Тебе Говорят Я Был На Небе Я Видел Иисуса А Ты Слушаешь И У тебя Ни Один Мускул Внутри Не Дрожит Почему Потому Что Это Имитация Подделка Это Человек Пытается Тебе Сказать Что Он Что То Видел Но Если Он Действительно Это Видел Как И Ан То Ты Слушая И Читая Ты Будешь Это Ощущать Это Невозможно Сыграть Поэтому Есть Люди Которые Обесценивают Присутствие Божие Говоря Я Был На Небе Я Был У Папочки На Коленках И Так Далее Но Если Ты Там Был Я Это Хочу Ощутить Если Ты Это Пережил То Его Присутствие Мне Это Подтвердит А Если Я Не Ощущаю Того Присутствие То Есть Две Причины Либо Я Не В Духе Либо Ты Там Не Был Ты Имитируешь Либо Ты Был В Другом Месте И Мы Как Пророки Пророчествующие Мы Должны Различать Почему Некоторые Постарания Когда Бог Приходит Мощ Приходит Когда Приходит Его Голос Его Власть Приходит Его Голос Трудный Его Голос Как Шум Вот Многих И Он Звучит И Когда Он Звучит Твой Дух Реагирует У тебя Все Вот Я Сейчас Говорю Слушайте Отец Говорит Даже Можно Проповедовать И Учить Идет Вибрация Идет Вибрация Потому Что Бог Пришел Потому Что Он Подтверждает Своим Присутствием То Что Я Говорю Потому Что Ему Не Нравится Когда Обесценивается Его Слово Ему Не Нравится Когда Обесценивается Его Присутствие Когда Обесцениваются Его Образы Когда Обесценивается То В чем Он Двигается Почему Я вам Сейчас Конкретно Прочитала Вот Тут Пинг-понг Ты Прям Чувствуешь Что Есть Разница В Умазания Есть Полное Отсутствие Присутствия Это Странно Как Это Это Библия Ничего Странного Потому Что Это Писательный Момент Есть Место Где Он Голосом Своим Настраивает Иоанн На то Какие Мы Должны Быть Кем Мы Должны Быть Что Мы Должны Делать Что Мы Должны Делать Есть Место Где Он Говорит О Боге Ты Понимаешь Что Он Говорит О Боге Потому Что Его Атмосфера Стоит За Этим Звуком Его Образ Даже Когда Описание Читаешь Как От лица Его Бежало Небо И земля Волосы Белые Но Самый Сильный Пик Помазания Для Вас Можете Написать Для Меня Сильно Было Когда Многие Подобные Халкаливаны Вот На этом Месте Я Ощущаю Особое Помазание Прям Взрыв В духе И вам Что нужно Сделать Как пророкам Пророчествующим Я уверена Что вы Это без Меня Все Делаете Но Просто Подытожу Что Вам Нужно Всегда Проверять Кто Со мной Сейчас Говорит Слышу Я Отца Слышу Я Сына Слышу Я Царя Слышу Я Духа Святого Дух Святой Это Всегда Проявление Ну Там Ветер Огонь Мурашки Цвет Вкус Запах Прикосновение Поток Да Это Дух Святой Когда Приходит Отец Страшно Становится Всем Когда Отец В святом Храме Своем Молчит Ся Земля Перед Ним Слова Покидают Дрожь Внутренняя Трепет Внутренняя Когда Иисус Приходит Подобно Халкаливану Вот это Вот Ты Тоже Понимаешь Что Это Вау Это Сын Царя Это Такая Мощь Ты Не Можешь Там Ничего То есть Это Не Сюси Пуси Нет Но Есть Места Время Сюси Пуси Но Не Публично Не Публично Напомните Вот эти Сюси Пуси Они Никогда Не будут Публичными Они Будут Личными Это Никогда Не Будет Выноситься Наружу Потому Что Это Только Ты И Он Это Все Равно Что Делать Интимные Отношения Наружу Нет Так Не Работает Утешить Восстановить Воскресить Он Отождествляется С тобой Да То есть Он Разделяет С тобой Твою боль Он Разделяет С тобой Твои Эмоции Он Разделяет С тобой Твои Какие-то Вещи И Ты Можешь Чувствовать Эту Поддержку Эту Любовь Эту Крепость Да Но Он И Судья У него Есть Он И Орел Он Лех Он И Агнец Он И Голубь То есть Вот эти Все Перевертыши Они Все время Почему Думали Дух Святой Он Голубь А пророки Это Орлы Как-то Странно То есть Это Именно Разные Ипостаси Агнец Лев И Нужно Знать Где Кто Как Говорит И Первое Что Я думаю Самое Важное В нашей Практике Как пророков Пророчествующих Это Знать Кто С нами Говорит Знать Кто Говорит Через Человека Которая Проповедует Проверять Атмосферу Тестировать Атмосферу Кто Говорит Через Того Кто Поет Кто Говорит Через Того Кто Пророчествует Кто Говорит Через Того Кто Молится Где Вот Это Атмосфера Кто Если Человек Подключен Если Мой Дух Соединен С Господом То Вы Все Будете Чувствовать Господа Если Мой Дух Не Подключен То Вы Будете чувствовать, как я настраиваюсь, как я вхожу, да, то есть вы можете даже до таких деталей войти, но если вы в этот момент включены и вы на пике, и я на пике, то вместе мы экклессия, и мы врываемся в славу, и слава высвобождается, и это что-то очень мощное, понимаете, о чём я говорю или нет? Ну, это так не мелко и не глубоко, вроде просто, но сложно, вот, поэтому берите, пользуйтесь, наслаждайтесь, и я вам хочу сказать, что очень важно, очень важно различать потоки, очень важно, тогда никто не будет тебя обводить в заблуждение, и дух различения, вот этот вот, и как различать, читайте в слово, в слух, читайте, и вы будете чувствовать непроизвольно, вот ещё вернусь шаг назад, насчёт практики, шафар, то, что вот можно молиться голосом, можно молиться духом, вот можно молиться, Господи, пожалуйста, помоги, спаси, сохрани нас, Господи, мы так нуждаемся в Тебе, Отец, мы соскучились по Тебе, ну, коснись нас, Отец, мы нуждаемся, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Ты наш, Раскупитель, Спаситель, Творец, Небо и Земли, Ты Отец Вечности, Чувствуете присутствие? Не чувствуете, заткнись уже, пожалуйста, сколько можно тарахтеть, что не так? Присутствия нет, полный отстой. Почему? Потому что я горлом это говорю, скорость может быть нормальной, это я сейчас просто из-за того, что время мне не так много, как хотелось бы, да, поэтому мы на уровне голоса. А вот смотри, петь можно. Ты велик, Ты прекрасен и велик, И другого нет, как ты, И другого нет, как ты, О, ты велик, Ты велик, Ты прекрасен и велик, И другого нет, как ты, Нет подобного тебе, Ты один. Да, я уже могу без слов идти, и ты понимаешь меня. То же самое с читанием слова. Ты можешь читать его горлом, ты можешь читать его духом. И если ты будешь читать его духом, ты будешь переживать дух Писания. Если ты будешь читать его горлом, оно тебя будет раздражать, утомлять, и ты будешь говорить, а, я уже всё знаю. Если Библию сто раз прочитал, мне всё понятно. Такое у меня для вас сегодня послание. Не знаю почему, но так Господь захотел. Отец, во имя Иисуса, я благословляю этот день, я благодарю каждого из тех, кто был с нами. Я прошу тебя, просто умножь, умножь ведение в народе, умножь ведение, умножь потоки, пусть этот шафар нарастает, пусть эта власть, влияние, авторитет, оно проявляется. Пусть каждый в этой школе научится включать свой дух и петь духом, говорить духом, молиться духом, учить духом, ходить духом, двигаться духом, высвобождаться духом, приняя всякое помышление, послушание Христу. Я прошу тебя, двигайся, Отец, сверхъестественно. Мы ожидаем чудес, знамений, мы ожидаем твоей славы проявленной, мы ожидаем твоего водительства, полного огня, мы ожидаем просто расширения твоего царства через нас, даже до края земли. Да придешь ты, да прославишься, да двинешься ты могучим образом, да совершишь ты все, что ты определил. Спасибо тебе, Иисус, спасибо тебе, родной, спасибо тебе за то, что ты здесь, спасибо тебе за твою реальность, спасибо тебе за твою глубину, за твою бездну, спасибо тебе за открытое небо, за открытые уши и за открытые сердца. Двигайся, Папа, двигайся, милый, двигайся сам по земле, двигайся в этой стране, двигайся в этом доме, благослови всех в этой платформе и пусть умножится ведение, Пусть много людей славы поднимется, пусть много зрелых сынов и дочерей высоводится, и никто не ведет вас в заблуждение, и никто не будет продавать вам истину, фальш как истину во имя Иисуса Христа. Я благодарю тебя, отец, за то, что рецепторы развлечения активировались, рецепторы славы активировались, стражи поднялись, стражи поднялись во имя Иисуса. Спасибо, отец. Мы восходим на гору твою, и мы знаем, что ты наш, и мы твои, что мы в тебе, а ты в нас. Это всё не о нас, но о тебе в нас. Двигайся, папа, двигайся. Двигайся на этой платформе. Я вижу, что большая огненная волна, она сходит на вас, и вы начинаете принимать образ и подобие, образ и подобие славное, образ и подобие славное. Многим сейчас подходит мудрость и говорит, возьми меня в друзья, возьми меня в управителя, в дела твои, возьми меня в твои вопросы, и я буду учить, я буду творить вместе с тобой, я буду говорить вместе. Ты будешь понимать, что делать и что нет. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо Тебе за всё, что Ты делаешь, за всё, что Ты высвобождаешь. Спасибо Тебе. До новых друзей. Спасибо Тебе за небесное правление в наших сердцах, за небесное правление в наших странах, в наших городах, в наших семьях, в наших детях. Возьми всё в свой божественный контроль, и Тебе да будет вечная слава. Хвала и Асана. Отцу и Сыну, Духу Святому. Аминь, 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 аминь. Жалко, что моё время закончилось, но я Вас очень люблю и благословляю. Думаю, что не в первый раз. Я ощущала, как каждый из Вас включался. Это потрясающе. Когда Вы звучали шафаром, я видела, как сжигались Ваши лица, и как высвобождался Божий поток через Вас. И Вы все Божьи реки, полноводные, Божьи любимые реки. И не бесценивайте себя никогда. Вы бесценны, потому что Иисус Вас избрал для этого сезона, для этого момента. И пусть будет Его благословение осязаемо. Осязаемо во имя Иисуса Христа. Меня прям накрыло, как и теперь идти. Но сейчас буду семью свою накрывать. Благословляю Вас, любимые. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо.